Сегодня, 17 сентября 2022 года. По календарю середина сентября, и в конце рекомендуют собирать плоды калины. Но по старому стилю это всё-таки ещё и первые числа сентября. И только-только распогодилось, и такие денёчки наступают короткого бабьего лета. А мы приехали в Московскую область, русский район, близ, на берегу реки Вейна. Над рекой калина спелая, налетая соком. Обожглатые руки белые в молодой осоке. В молодой осоке прячутся, и дожди, и солнце. Ой, кому-то нынче плачутся. А кому смеётся? Почему мы выбрали это место для поиски калины? Ну, во-первых, история 14-го года. Да, да, вот такой год мы ещё только начинали путешествие. А ведь это 8 лет назад, 8 лет назад было. И вот какие места, какие места. Русский район – это Швейцария. В народе говорят, что это Швейцария прямо в России. И действительно, здесь вот одна река. Мы проехали несколько рек. И вот эта река Вейна, а дальше Озёрная река. И они такие большие и красивые. И мы в 14-м году просто остановились. Здесь немножко всё было по-другому. Дороги уже были. И увидели, это было всё-таки начало октября. Но такие красивые грозди калины. И мы собрали, собрали. Ну, потому что кто с Калиной дружен, тому врач не нужен. Ну, и вообще вот это собирательство, оно в народе присутствует. И вот где растёт калина, где растёт? Она растёт где-то у берега реки, помимо садовых участков и подсобных там, у кого земля есть. И мы потом приезжали найти вот здесь. Тот куст уже реорганизация прошла, дорогу расширили. Тот куст найти невозможно. Но методом, опять же, вот это, что над рекой калина спелая, налитая соком, мы пошли. Мы пошли, и вот среди вот этой, мы прошли поле. Кстати говоря, вот поле такое большое, оно так и осталось за нами. В 2014 году была кукуруза. А потом кукуруза вытягивает из земли и всё. Потом какой-то травой, видимо, специальной засевали. Но что меня вот, вот это лженаука, лженаука, сочетание, вот это сложное слово. Когда некто, некто, учёный, который решил, как будто не было до него развито животноводство нигде. Он решил вот это самый, вот это растение, борщевик, распространить его так, что прямо изобилие будет. Но этот борщевик, вот, вон какие зонт, полон этого, всё ветром разнесёт. И за этим борщевиком никакая калина, конечно, не выжил. Вот только вот этот вот куст, удивительно, она же такая непритязательная. Спрятался и как-то вот выжил. О, какие это, животноводство, в общем, так и не подняли. А, он, такое агрессивное растение, конечно, всё давит. Всё давит. Но мы, вот, несмотря на всё это, на наши приключения, то есть это вторая остановка, и мы думали, что вот уже ничего не найдём. Но эти красные, эти ягодки, они откуда-то выглянули на нас с дороги. И мы пробрались к этому замечательному кусту калины красной. Замечательный куст калины красной. Конечно, она ещё не созрела, её надо попозже собирать, но ничего. Мы её соберём, голубушку, и она у нас дозреет. В корзинке? В корзинке, да. Собирательство делать такое. И птичкам надо оставить, здесь птички поют. Как прямо поют, поют. Но мы в прошлом году приехали, калину собирали. Третьего октября. Третьего октября, в общем, её не было. Уже птицы собрали как-то в лесу, там, в Тверской губернии. И мы вот только у заброшенные дома были. Тоже так это заброшенные дома. Как-то неуютно собирать калину. Там, вот, мы собирали. А в этом году ведь поздняя весна была. Всё немножко попозже. Поэтому природу не обманешь. И я, по идее, её тоже надо позже собирать. Улыбнись. Слезинка скатится со щеки на пластье. Пусть всё в жизни ладится. Будет всем нам счастье. В молодой осоке прячутся и дожди, и солнце. Ох, кому-то нынче плачутся, а кому смеётся. Московская область, русский район, на берегу реки. Калина спелая, которую мы собрали. 17 сентября 2022 года. Субтитры создавал DimaTorzok